Он миллионер, он подал на алименты, он забрал порш, забрал квартиры. И у меня есть даже запись, как он мне сказал. Ты будешь тратать за кадетей своих еще. Это настоящая месть за то, что я его бросила. У него было пять жен, из всех бросил он. Из семь квартиры, и пять детей. А я родила ему шестого и седьмого ребенка. Мы пришли бороться за мужчину, который точно так же повел себя по отношению к своей женщине. Кстати, сегодня эта женщина пришла к нам на программу. Да вы что, как интересно. Она была проституткой изначально, и потом она сейчас имеет судимость за проституцию. Почему вы так оделись, как сиротка? Меня это так смущает. Вы в обычной жизни так одеваетесь, как уборщица? Тогда я ему объявила о том, что я беременна, и меня попросили сделать аборт. Как ребенок оказался у вашего мужа? Его украли. Когда последний раз видели ребенка? 26 ноября. Моему ребенку было год и 11 месяцев. О, привет, мой мальчик. Дарья, добрый вечер. Меня зовут Павел, я адвокат. Я очень рад нашему знакомству. Здравствуйте, Павел. Цветы. Это для вас. Какое счастье, Павел, чтобы пришли к нам. Уже без вас не разобраться. Я пришел со своими друзьями, так же коллегами. Это Алексей, это Алена. Вы тоже адвокаты? Да. А давайте дружить. Давайте. Ой, слушайте, ну, жених-адвокат, мне кажется, это как раз то, что нужно невесте с ее проблемами. Да, сейчас все решит. Раз. Ну, и второй девушке, я думаю, он сможет помочь. Мы слышали вашу историю сейчас, и она нам оказалась очень знакома, потому что наша адвокатская такая братья, она обширная, и как бы некоторые дела нам известны. Поэтому, если вам интересно, мы могли бы вам помочь разобраться в вашем деле, ну, и, может, что-то все вместе и... Допускаете, чтобы был определенный подлог? Да, мы допускаем это. Вполне возможно. Вполне возможно. Катя, а есть статья? Буду глупые вопросы задавать, но вы уж меня простите. Я не знаю просто. А есть статья, да, за проституцию у нас? Административное правонарушение. За это могут лишить отобрать ребенка? Нет. Нет? Вот я так чувствую. Скажите, пожалуйста, вы точно не знаете, что вы там подписывали, какие бумаги? Это вы могли написать, что вы отказываетесь от ребенка? Нет, не могла я такого подписать. Нет, если вы не читали. Я не знаю. Если вы подписывая, не читали. Понимаете, там стопка была. Я даже не знаю, что я подписала. А как это возможно? Если бы я написала отказную на ребенка, у меня бы ребенка, в принципе, забрали. А может быть, вы дарственную сделали на свою квартиру? Могли? Могла. Это возможно. Вполне возможно. В этот момент оказывается очень сильное психологическое давление. Дарья, конечно же, сейчас на него однозначно будет смотреть с другой стороны. Потому что такой защитник в ее ситуации необходим. Хорошо. Смотрите, человек занимается любовью со своим другом в номере. Врывается полицейский, обвиняет ее в проституции. Имеют ли они на это право? Скажите. Если вдруг этот написал, что я снял проститутку, заявление. А вы ему не звонили, правильно, Альфтина? Нет, я потом звонила, пыталась выяснить, для чего это было все сделано. Задавала вопрос, что это вообще было. А он? Телефон заблокирован. Так, понятно. Павел. Все, что у меня на него осталось, это фотографии. И номеров у машины. Ну, замечательно. Это пригодится все. И фотографии. А может она? Возможно, это подставной человек вообще. Ну, хорошо, подставной. В течение полугода, да? Ну, неоднократная связь. Вы брали за это деньги? Нет, я не брала за это деньги. Да если она брала от него помощь, например. Просто мне все мужики давали деньги и дарили подарки. Я почему не стяжу в церкви? Это не занятие, проститут. Да нет, в этом деле никто не сможет разобраться. Я думаю, что вряд ли адвокат даже поможет разобраться. Потому что если уже все подделано мужем, вряд ли можно что-то сделать. Это большие ресурсы. Послушайте, если она не лишена родительских прав, она знает, где находится ребенок, она берет полицейского, приходит туда, показывает свидетельство. Так же как он. Забирает ребенка на... Здесь главный момент. Я не знаю, где ребенок. По определению места жительства, где ребенок. Мне сказали, что вы знаете, где он живет. Я знаю, я знаю, где он живет. Вы знаете, где живет его мать? По документам он неизвестно где. Какая разница? Я была в его поселке. Вы были у матери, у него в гостях? У матери я была. Где она живет, как ее зовут? Да, я знаю. Людмила Андреевна. А где она живет? В Питере. Вы знаете адрес? Я знаю. Людмила Андреевна, вы же, конечно, смотрите эту передачу, да? Готовьтесь, у вас будут очень большие проблемы. Это не ваш ребенок. Так поступать нельзя. Вы женщина. Вы поступаете отвратительно, бесчестно. А своего ребенка не думал с собой позвать жить? Ему с мамой живет хорошо, я помогаю, поэтому мы видим себя. Скажите, она имеет право забрать своего ребенка? Конечно, она имеет право забрать ребенка, и давно этим необходимо уже заниматься, потому что ребенок несовершеннолетний, за ним требуется определенный специфический уход. Поймите, что ребенок меня не помнит уже, я не могу просто прийти, взять его и забрать. Как-то не можете, пришли, забрали, там решение суда есть. И там есть решение суда, поэтому она не может просто прийти с сотрудником полиции И что, если вас не лишали родительских прав, значит, вам не запрещен визит к ребенку, правильно? Это определение общения с ребенком. Алифтина, вы обжаловали решение суда? Мы много чего делали, там очень много... Суды длились почти два года. Мы все делали. Чем закончилось? Определили с отцом жить. А общение с ребенком? Общение мы подписали соглашение. Но в соглашении был допущен такой момент, который я обнаружила буквально вот недавно, что там не прописан адрес, где я могу встречаться с ребенком. Там просто с отцом. То есть отец сказал, я на Луне, и я должна туда ехать в определенное время. Этот парень просто взял и сделал определение суда по месту жительства, а ей, да, и без адреса, где с ребенком встречаться. Я думаю, что он просто не допускает ее вообще. Если хватило ума у Алифтины обосноваться в Москве, купить квартиру, устроиться на престижную, высокооплачиваемую работу, взять преподавателя, взять няньку, ну, во-первых, это какая-то большая, очень должна быть большая зарплата. При этом Алифтина утверждает, что она ни копейки не брала от своего сожителя, любовника. Я не брала деньги в плане на содержание себя, но я очень много брала денег, я заканчивала кучу курсов. И я брала на другие вещи деньги, не то, что меня, вы знаете, ежемесячно... На его деньги? Да. Смотрите, Алифтина, почему на втором часу выясняется очень много других подробностей, которые вы даете в Уталию. А что еще будет? Я имею в виду, что не было такого, что, знаете, он мне положил, вот, как он говорил, 300 тысяч, и пожалуйста. Послушайте, по-разному кладут, прячут под подушку, переводят на счет. Вот, не знаю, ну, Алифтин, ну, как ты уже, ну, как взрослый человек, рассказывайте, как был на самом деле. То вы просто без копейки денег, а он говорит, что я выдавал на содержание, а ей все нужно было все больше и больше, а я говорила, и правильно. В момент наших отношений я подтыривала, и очень неплохо. Я же вам сказала об этом, я задала вам вопрос. Я просто вас неправильно, значит, поняла. Как? Я говорю, вы тырили, значит, деньги, он давал вам, и вам есть на что жить, поэтому вы купили квартиру, вы говорите, нет, никогда, я вообще с ней не сняла. Сырая шейка, я все сама работала. Ну, тогда уже говорите, ну, правда, ну, Алифтин. Ну, конечно, в момент отношений я из него тянула деньги, а что тут говорить? Я просила и на пусы, и на одежду, и на все. Я очень много накопила, очень прилично. Какое новое детство, я вот не смогу. Ну, почему нужно было сначала падать перед вами ниц, выгрызать у вас здесь, чтобы вы, наконец-то, это произнесли? Ну, вот, видите, уже, кстати, Лариса выводит девушку на чистую воду, да. Уже скрываются такие моменты, что вот уже и деньги на откуда-то другие у нее появились. То есть у него есть к вам вполне обоснованные претензии. Он вам давал. А потом вы нашли другого парня и сказали, ты мне больше не нужен, неинтересен. А он уже развелся с женой и говорит, как это не нужен? Я столько проделал для того, чтобы и ребенка хочу усыновить, а вы говорите, нет, это уже в мои планы не входит. Нафиг ты мне сдался усыновлять? Не хочу, потому что у меня уже теперь рисуется своя жизнь. Тогда он говорит, ну, тогда, девонька, берегись. Нет, немножко иначе все было. Тогда говорите, как было, потому что я начинаю фантазировать. Было так, что мы с человеком встречаемся, я его кручу, верчу, получаю от него деньги, откладываю, учусь, покупаю себе недвижимость, коплю. Потом мы с ним расстаемся. Ну, наконец-то. А почему же самое начало? Почему же столько было времени украсть? А второй виток, соответственно, появляется ребенок, новый виток в отношениях по поводу материального достатка. Нет, когда появился ребенок, я содержала ребенка на то, что я продавала, и то, что у меня было. Конечно, вам же нужно было больше, а он сказал, больше не дам. На это все я, соответственно, вот на это все я... В общем, маленькая ложь порождает большое недоверие, как я и сказала. Ну, помогите девочке. То есть вы поможете? Да, конечно. Давайте жениться уже. Прям я устала от этого. Конечно, поможем. Девушка Алевтина, она, конечно, недорассказала всего. Теперь ее картина ясна. Она его крутила, вертела. Он сделал свое дело. Все должны были довольны. Скорее всего, может, там даже договоренности были. Насколько ваша история похожа с историей... У вас тоже был мужчина. Да. Вы шли на его условия. Притом на такие, что даже отказались от ребенка, которого он обвинил вашего сына от предыдущих отношений, что он там просто бандит, вор и так далее. Вы увезли его в Казань. Сказали, хорошо, раздражает, он будет жить в Казани. Родили ему двоих детей. А потом что такого случилось, что он у вас одобрал эти детей? Я поняла, что я его не люблю. Ой, извиняюсь. Я поняла, что он меня не любит. Я поняла, что он меня не любит. Агабар, первое слово Дарушу второго назвать. Вы могли его разлюбить. Это тоже ваше право. Слушаю, нет, нет, нет. Я его до сих пор тепло. Отношения у нас теплые. Просто невозможно уже с человеком жить, когда ты чувствуешь, что к тебе не так относятся. Я считаю, что свою женщину надо любить, холить, лелеять, нежность дарить. А что он вас детей не дает? Давайте уж надоели ваши телясем-трясем, сюси-пуси. Потому что они себя что? Они себя возомнили богами, царями, бабки, хозяева жизни, вообще мира, б***ь, всего. Так вы и пошли к хозяину жизни. Да, к хозяину жизни. Охранники ворота там, что? Ваня с автобаза-то не пошли. Он точно ваших детей бы не взял бы. Я благодарна ему за мой опыт. Он шикарный мужчина. У нас не вышло. А детей он вам... А детей так и не отдал. Вот в этом-то и загвоздка. Я говорю, что ж ты делаешь? Ну хорошо. А вы их видите когда-то? Вам есть где-то, например, сейчас? Нет. Сейчас все нормально. Даже вчера я была со своими детьми, наполнилась любовью. Все-все прекрасно. Но суд в процессе. Муж тоже запрещал раньше видеться с детьми. Но вот в последнее время недавно разрешил увидеть. Ну что думаешь? Разум моего осенил. Ну ты не будешь против, если твоя жена будет брать к вам домой? Да нет, конечно. В общем, девочке за все приходится платить. Алексина, спасибо, что приехали. Я думаю, вот эти прекрасные адвокаты вам помогут. Но вам просто мой совет. Не врите и не скрывайте. Павел, а у вас все сладко-гладко в жизни? Ну в принципе да, не жалуюсь. Ну еще, вы, наверное, подстраховали. Были женаты? Нет. Детей тоже нет? Детей нет, да. Павел, 35 лет. Адвокат адвокатской палаты города Москвы. Участвовал в деле о похищении сына крупного чиновника. Гордится своим профессионализмом. Признается, что ему нравятся строптивые женщины. Безграничная любовь избранницы Павла к бездомным собакам часто ставила его в неловкое положение и подрывала авторитет. Надеется, что за дарь ему никогда не придется краснеть. То есть я так понимаю, что вам по роду деятельности часто приходится сталкиваться с такими делами, вот как Алифтины и Дарьи. Да, конечно, регулярно. У меня и в практике на данный момент есть... Ну как вы считаете, может им что-то здесь выгореть? Ну надо заниматься этим делом, потому что в каждом деле есть... Будь такая борьба адвокатов, кто сильнее из адвокатов, тот и выиграет. Не, ну в зависимости от обстоятельств. Я думаю, что он обеспечит нашу невесту адвокатской помощью точно, а расположит, не расположит к себе, не знаю. Вам нравится Дарья? Ну очень красивая, интересная девушка. Меня воспитали, чтобы отдавать, а не забирать. Вот и все. А трое детей-то? Ну в порядке, с уважением отношусь. А сколько лет? То есть вас не пугает? Ну абсолютно. 14, 4 и 3. Замечательно. Нет, а вам-то зачем? У вас вообще нет детей. Вам и девушка нужна без прошлого, без всяких вот этих вот сложностей. Вам что, на работе их не хватает? Ну как бы это мало. Вы дом еще хотите? Я считаю, что самое главное – это отношения, это ощущения, это чувства между мужчиной и женщиной. Самое главное – чтобы в человеке был огонь. Такой серьезный парень. Посмотри, какой он. Конечно, придется ему делать конкуренцию, конечно. Такой букет подарил, а, красивый. У вас был опыт проживания с женщиной, у которой был 12-летний сын? Да, было. А что это за любовь к собакам у нее такая была? Что вам было неловко? Это вообще больная история. Это что касается… Я даже обращался специально к психологам с вопросом. Ну, у них какая-то фанатичная любовь к бездомным собакам. Это у них в семье? Ну, вот у нее и у ее мамы, да. То есть был такой вопрос. Бездомные собаки покусали детей несовершеннолетних, которые прогуливались, кто-то там проходил на скейте, проезжал мимо этих собак, и стая собак покусала этих несовершеннолетних детей. Моя позиция – что виноваты собаки. И их позиция – то, что виноваты дети. Как дети могут быть виноваты в такой ситуации, то, что их покусали бездомные собаки? Я сразу на это обратил внимание. Я не хочу в семье таких ситуаций. Которые будут за собак, против людей. Взрослый мужчина, достаточно спокойный. Не знаю, как они уживутся, не уживутся. Хотя это, наверное, даже лучше, что жених более спокойный. А вот эта история, когда в период пандемии вы накупили кучу продуктов, гречки и хотели раздать пенсионерам. Она сказала, типа, зачем пенсионерам? Лучше собакам. Её мама работает в администрации. И когда был карантин, я предложил купить много-много гречки и поставить около здания администрации. Нуждающийся пусть подойдёт. И в итоге её мама сказала, нет, ни в коем случае, никаким не пенсионерам, а исключительно только бездомным собакам, которые кусают детей. И именно в этот момент я понял, что из этой семьи надо просто убегать. Я бы просто на её месте занимался бы больше людьми, а не животными. Людям надо помогать больше. При этом дома она никогда не готовила, да? Довольствовались? Нет, ни разу. Довольствовались тем, что либо я приготовлю... Ну, я регулярно готовил на выходных. Я очень люблю мясо мотивировать. Да, я умею, но не люблю. Вот. Дубль два. Да, но чаще всего мы заказывали... Вы меня мотивируете. Из ресторана заказывали. Для этого, сказала девушка, есть повара. А почему нет? Откуда вы приехали, скажите, в Москву? Из хутора Донского. Да, откуда у вас эта корона? Мой король бывший приутил. Хорошая жизнь. Ну, поэтому вы и детей рожаете, чтобы потом жить за их счёт. Поэтому не удивляйтесь, что вас мужчины потом меняют на тех, которые умеют готовить. Я его променяла, не умею. Те, которые любят, которые уважают, и для которых семья – это семья. Девочки, вы сначала находите себе лифт в виде старичка такого московского, богатенького, да, потом пытаетесь что-то из него выкручивать, вот как история с Эллифтиной, а потом удивлять. Да ладно, Даша. Мы вообще не выкручивали. Мне нужна одноверная, постоянно и сфокусированная, чтобы у нас были общие цели, она развивалась, и не было ни лежи, ни фальша между друг другом. А как вам, например, будущая семья, где вам Дарья, 31 год, мать троих детей, говорит, нет, готовить не люблю, повар, потому что предыдущий меня приучил к этому. Не, ну это современно. А кто бы может отучить? Нет, ну почему можно приготовить? Отучать от хорошего. Я полностью поддерживаю. Такими делами должен специально обученный персонал. Вот поэтому вы один. Да вон он говорит, что он готовит. Мне уже нравится. Мы не женаты, имеется в виду. Просто ориентируем немножко. Они будут друг друга мотивировать на готовку. Да у всех твои отношения. Мне тоже мой мужчина, который я ему. Я и рубашки сам себе иногда бывает. Не скажи на вам, для чего? Для любви. Все, ребят, это же не наше дело, Роза. Нет, я просто не наше дело. Вас устраивает. Вы хотите, вы заведете повара, вас трое детей не пугает. То есть все хорошо. Будете писать. Покажите сюрприз. Просто если бы они знали, что такое еда на самом деле, они бы об этом не говорили. Еда – это все. Это основной аспект жизни человека и жизни взаимоотношений мужчины и женщины. Я приглашаю вас на танец. Ну уж пойдемте. Что делать? С удовольствием. Остается с вами. Прям как свадебный первый танец, боже упаси. Все так и ехать. Я прям аж боюсь прикасаться к мужчинам. Да нет, не волнуйтесь, все хорошо. Нет, вы мне очень понравились. Самое главное, вот у вас есть в глазах искра. У вас есть в глазах огонь. Не перебор ее? Нет, нет. Именно, знаете, в таких делах не должно быть, как бы, чем больше, тем лучше. Потому что и у меня в том числе есть своя искра. И вот если объединить наши два пламени, вот они должны всю жизнь... Мне так нравится ваша монотонность. Ну, как вы знаете, объединив наши два пламени, должно разгореться в такой пожар. Главное, чтобы другие соседи не пострадали. Это одно значит. И поэтому я считаю, это счастье, это позитив. И самое главное, это всегда хорошее настроение. Потому что для чего нужна жена мужа? Чтобы поднимать у него, чтобы настроение было хорошо. В том числе и, как и в другую сторону, зачем муж жене. То есть это всегда очень позитивно, это весело. А самое главное, большое счастье впереди. Ну, достаточно, наверное. Мы же потенциализм с вами. Я бы еще потенциал. Спасибо огромное. Проходите, спасибо вам. Как тебе сюрприз? Понравился вообще? Нет, очень скучный. Ну, для меня. Может, кому-то нравится вот такое. Мне нет. Ну, что вы скажете, девушки? Ну, слишком правильно для Леодаши. Думаешь? Я так думаю, что на самом деле мужчина очень интересный. По возрасту не такая большая, да, огромная разница. И как раз-таки его специфика может как... А в чем его правильность, вы говорите? Ну, то, что он занимается своей работой, она достаточно такая рутинная. Он никогда не женится на Даре. Я могу кровью сейчас написать вот здесь на стенке. Я могу поспорить на пять миллионов. Ну, потому что не женится. Нет, почему? Я с удовольствием готов жениться. Это как бы абсолютно. Мне нравятся такие девушки. Вот эти рассказы, что заведу повара и так далее. Ну, потому что... Вы считаете, что это не понравилось ему? Неровнее. Просто ему это не нужно. А так в чем вы увидели здесь правильность? Что неровнее-то? Я вот тоже не пойму. Что здесь такого? Да, я тоже не понимаю, почему он не может ее вызвать. Адвокат, прекрасный человек. То есть это как бы испортит его карьеру, то есть или как? То есть вы считаете, что это как-то послужит каким-то пятнышком, да? Если он с Дашей... Ему зачем чужие проблемы решать? Как-то зачем? Но если ему понравилась девушка, почему он не может решить все проблемы? Так ему миллион девушек может нравиться. Что на всех надо, на всех жениться надо. Пришел на эту передачу? Если им помогать, шанс дать можно. Я считаю, что вне зависимости от количества детей, от того блондинка, брюнетка или еще что-то, на какой машине, самое главное это чувство, это отношения. Если вот эта искра между двумя половинками есть, которые создают одно целое, то это идеально, это семья, это ячейки. Она же очень открытая, согласитесь. Конечно, я почувствовал это вообще очень... Мне Дарья очень понравилась. Я с тобой полностью солидарна. Нет, он интеллигентно выйдет. Конечно, потому что, ну как, нельзя выглядеть в глазах общественности не айс в плане помощи. Но на самом деле нет. Знакомьтесь со вторым нашими ходами. Дарья! Вау! Вау! Это вам. Привет! Привет, меня Андрей зовут. Спасибо. Андрей, пойдем, Андрей. Такой тяжелый букет. Я старался. Все для меня? Да, да, да. Старые знакомые? Ну что, будем целоваться, Андрюх? Ну что делать? Только отворачиваемся. Я принес букеты для вас. Малыш, только давай уже отворачиваемся, потому что пандемия до него. Давай, мое счастье. Проходите. Я так хотел сюда попасть. Ты мое счастье. Ой, Андрюшечка. Андрей, 44 года, предприниматель, шеф-повар столичного ресторана, член Российской ассоциации «Сомелье». Планирует открыть предприятие по переработке мусора. Признается, что он моногамен. Андрей вязался в войну за детей возлюбленной, но вскоре понял, что стал пешкой в чужой игре. Надеется, что Дарья умеет быть благодарной. Андрюшечка, любовь моя, ты просто как будто все эти годы жил в морозильной камере. Выглядишь шикарно. Я так понимаю, они уже знакомы, да, с Ларисой? Да, и, судя по всему, не один год. Раз она даже его Андрюшечкой называет. Тогда, мне кажется, я знаю, за кого будет Лариса. И просто знаю, очень люблю его. И много лет... Сколько? Но я года 22 тебя знаю. То есть ты был совсем... Ну, сколько? Тебе лет 20 было? Я пришел в ностальжию в 20, да. Это было интересное время. Я даже пришел в 19. Мое счастье. Я видел, как вы познакомились второй раз. Это было второе знакомство. Да, это вам. И я сразу сказала, какой парень талантливый. Ну, и Игорь тоже в тебе разглядел сразу талантливого парня, и все. Ну, как здорово. Он был... А, он повар еще? Да, 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 кстати, да. А, ты же тоже повар. У меня же тоже, да, повар в первом образовании. Серьезно? Я об этом не знала. То есть я так понимаю, что история, которая произошла с Элевтиной, которая была у нас здесь, тебе тоже знакома? Я находился с другой стороны. Я познакомился с девушкой. Нас объединил бизнес. Забрал ее из Перми. Привез в Москву. Она сказала, что заберет детей попозже. Закроет все вопросы с мужем. Я первый вопрос спросил. Все нормально с мужем? Да, все хорошо. Было стопроцентное доверие. Ну, наверное, потому что я влюбился. Я такой влюбчивый. Вот. Ну, так есть. Через два месяца он объявился, когда мы перевезли детей. У нас покойник сказал, что... У нее двое детей было? Двое детей, да. Да нет, я... Я очень люблю детей, потому что у меня вот вчера дочке было 25, мои, поэтому... Лёльке 20, представляешь, кобылы. Да? Не, я вижу Инстаграм, я смотрю. Да? Получается, что он на те же грабли наступает. А вдруг то же самое получится. Только у девочки еще даже двое детей. И тоже проблемные. Ну, это его право. Ну, да, на самом деле, это его право. Это его право, даже трое. Значит, он детей забрал? Он ребенка выкрал. Одного. Получилось так, что я пошел провожать в школу. Это буквально, наверное, сентябрь месяц, там, вторая неделя. Ну, в общем, он выкрал ребенка, уехал. Да, он пришел. И эту борьбу за ребенка начал ты для своей любимой женщины. Мужчина должен женщине дать три вещи. Защиту, безопасность. Конечно. Андрюш, ну, я тебя знаю. Кормить женщину. Слушай, ты детем был еще, когда я тебя знала. Андрюш, скажи мне, пожалуйста, и ты включился в эту борьбу, и ты пытался, да, вернуть ребенка матери. Ну, он, конечно, молодец, то, что оказал помощь своей душой Даня. Да, достойный мужчина вполне, да, хороший. То есть не бросил в трудную минуту. А почему женщина твоя сдалась? Почему женщина? Когда уже оставалась буквально вот-вот, и ребенок был бы уже с ней. Ну, дело в том, что это шло полтора года. В итоге я был просто мостиком. Ей нужно было другое. Сейчас живет в Америке, очень хорошо себя чувствует. Я очень рад за нее. Так она еще обвинила вас, что это вы виноваты, что он ребенка забрал. Это же вообще кошмар. Это была и причина, на самом деле, нашего расставления. Эта причина была в самом начале. Надо было расходиться, наверное, с самого начала. Ну, получается, он своей бывшей девушке помог в этой ситуации. Возможно, он и Дарьи сможет помочь. А возможно, он уже устал от этого и будет искать каких-то более спокойных отношений, где нет всех этих заморочек. Ты с возрастом стал похож на Брюса Уиллиса, знаешь? Да, спасибо. Да. Вот я тебе хочу сказать, Андрей, я настолько тебя хорошо знаю. Ну, просто ты вырос, и ты мне как сын. Поэтому я тебе что хочу сказать. Твое, конечно, дело, но ты же понял уже, за свои будешь 44 года. Черт лысый. Смотри, ты же понимаешь, что женщины умеют... Мужцевые-то Али еще были, помнишь, как было круто? Как вертят мужиками. Особенно, когда вы влюблены. Вот если тебе это надо, то пожалуйста. А с чего вы вязали, что я верчу? Да потому что ты авантюристка. Но это эмоции. Я не могу жить без эмоций. Но если человек тебе один, да, Андрей, эмоции... Знаешь, я за 13 лет ни разу не пользовалась своим положением. Никогда. Не ходи к Дарье. А я вот сегодня в ноги упаду по продюсеру креативному, чтобы ты сидел на этом месте в качестве жениха и чтобы за тебя боролись. Шикарный, богатый, талантливый, умный, хороший, щедрый, клевый, красавец. Ну а может, она ему понравилась? Может, вы не обсуждаете ситуацию, то, что здесь не может Даша своих, получается, детей не брать? Почему вы защищаете сейчас его? А я его не защищаю, да? Вы не советуете такое невестное мужа? Давай, оживились как. Смотрите, не стремя, не стремя, я просто не люблю, когда мне морочат головы. А кто вам морочит? Вот пришла, например, рассказала, влюбилась, над вас не старше, было круто, но очень много вопросов. Почему пацан с вами не жил? Почему какой-то ваш мужик, который сказал, меня раздражает твой сын? Потому что ему 12 лет, а он 12-летнего пацана обвинил в воровстве, и то, что мне такой, типа, преступник в семье не нужен. Если родного ребенка предала, мужика продать на раз. Она не предала, она пришла с проблемой, то, что ей детей не дают своих видеть родных. Как вы этого не понимаете? Хорошо, она же не может прийти пунктирно. Вот эту историю сейчас я вам расскажу, а то, что у меня было до этого, я утомлю, утаю. Так она не утаивает, а вы за это почему-то постоянно степляете. Степляете, зачем? Правильно, потому что человек ее берет со всей ее биографии, а не с этим эпизодом. Нужны ли ему вообще эти отношения, тем более в таком же варианте, в котором у него уже, они были, да и где он потерпел фиаско. Леш, ну это ему же решать, нужны ему такие отношения или не нужны. Андрюш, у тебя будет повар в семье, который будет готовить, потому что Дарья готовить не любит и не будет, потому что предыдущий мужик, который не был ее мужем, который детей отобрал, сказал, вот тебе повар, вот тебе все. Правда сейчас нет. Когда расстались, забрал и порши, забрал квартиру и все. Ну так как к содержанкам относятся? Повара возьмешь в семью или сам будешь дурачило готовить? Сейчас уже культура еды выросла, мы ходим в кафе, в рестораны в основном. Все, тогда показывай сюрприз. Тем более я же консультант по здоровому образу жизни. Давай, поэтому и выглядишь красным солнцем. Давай иди, показывай сюрприз. Пойдемте, Дарья, я вас... Нет, не здесь, ходи там уже. Пойдемте, Дарья, я вас буду кормить. Совсем? Ох, как я это люблю! Ого, ты какой счастье! Ты хоть накормят наконец-то. Ну, я специализируюсь в основном на рыбе и мясе. То есть я сам мясной, люблю мясо. Мы готовим московскую шахшуку. Она есть израильская, да? Кто-кто? Это яичница такая с овощами. Да, яичница с овощами сейчас. Да, конечно. Давай. Ой, я подмастерия, да, я помогу все только. Посмотри, давай пиджачок мне. Давай. Вы считаете, Дарья, получается, плохой, да? Раз вы так говорите тоже. Дарья с такой биографией. Ну, с какой биографией? Содержанка была у мужика, который с обрадом детей. Почему содержанка? Она с ним жила 6,5 лет в любви. Почему пацана сдала своего? Вы понимаете? Не надо. Придала ребенка своего. Все. Ничего она не продала. А что она сделала? Ребенок жил с родителями, с нашими, с моими. Тоже мама и папа. Они тогда говорили. С ней с матерью должен мой ребенок. Готовь свое удовольствие. С самого начала она была какая-то скованная, да, что-то ей как-то так пренебрежительно. Я видела, как она подала ему салфетку. Прям вот реально пренебрежительно. А сейчас прям расслабилась, веселится. Наверное, представляет, как он будет каждый день на кухне ей готовить. Невозможно не исключить. Все происходящее, это заметно. Я подготовил хумус с пятой. Сам сделал? Нет, сам не сделал, но заказал. Кошерные. Я же только кошерные. Я тоже свининка. Вдруг встал? Вы не поверите. Что это стало? Я поменял, поменял все направление. Вы помните, как я пригласил батюшку, который там это? Помните? Вот все я поменял. Как? Я даже обрезание сделал, вот даже не представляю. Нет, ну это, наверное, хорошо, когда мужчина готовит для своей невесты. Как бы, что же в этом плохого-то? Я вижу только плюсы. Вот такой завтрак сбалансированный. Но я его подаю в постель вообще для своей девушки. Готовлю. Я даже не сомневаюсь ни одной секунды. Какая красота. Приятного аппетита. Все, Андрюш, не увидимся больше. Иди быстро, целуемся. Все? Прямо вот так, только отворачивайся. Игорь, если попробуй ничего, спасибо. Обязательно, целуй тебя, родственник. Мой любимый завтрак. Все, спасибо тебе большое. Никаких талантов шеф-повара я в нем не увидел. Ну, что, лист салата там. Нарезал рыбу вкупленную, выложил. Петр Николаевич, а вот ты, я думаю, лучше бы приготовилась. Я почувствовала позитив от него такой, знаете, вот прям положительный какой-то взгляд. Потому что он не обыкновенный, конечно. Дарья, понравился? Угу. И вы прямо там такой козочкой бегали уже. А я такая есть. Куда-то спеть делать, ужатку куда-то делать. Вот это вот. А вы нападаете? Я защищаюсь. Нет, да ладно, я вот сумарею. Я такая есть, Лариса. Не-не-не. Потому что если вы такой были с самого начала, я бы была на вашей стороне, я бы вас сейчас прямо облизала бы все здесь. Все получилось, так все помогли сделать, так все красиво. Прям такая, прям такая ностальгическая встреча с Ларисой Андреевной была. Ну и, конечно, я этим покорил. Мы вроде пришли выбирать жениха. Вы вообще не советуете никого, да? Ни первого, ни первого. Нет, он не понравился, потому что я могу, я имею слово, я всегда не буду молчать. Нет, не поэтому. Нет, не поэтому. А что-то по фактам. А что мне плохого? Очень интересно, пожалуйста. Сами написали, авантюристка. Что, это плохо для жизни? Плохо, да. Чем? Чем плохо? Это эмоции, это настоящее. Это настоящее все, что в тебе. Знакомьтесь, Дарья, с третьим женихом. Проходите. Добрый день. Смотрю, здесь такие страсти происходили. Не испугались? Нет. Ну тогда пойдем. Может, да. Более перейдем в легкое общение. Александр, 36 лет. Владелец строительной компании. Живет в Москве. Гордится званиями чемпион Москвы и лучший вратарь ночной хоккейной лиги. Признается, что спит в обнимку с подушкой и ненавидит манную кашу. Предложение по работе в другом городе стало для Александра хорошим поводом завершить отношения с женой. Надеется, что от Дарьи ему не захочется сбежать. Здравствуйте. Добрый вечер. Я думаю, что он ее не заинтересует. У него, во-первых, воротник. Ну что-то вылез снаружи. Нет? Я просто думаю, это модно, что ли, так? Может, так же надо сделать воротник? А вот вы говорите в анкете, что пройдете мимо капризной, высокомерной дамы. Дашенька не капризна, не высокомерна в вашем представлении? Ну, капризная. А женщина должна быть капризной. Ну, если вот брать по мне, да, как я, то есть у меня все друзья, то есть говорят, почему всегда тебе там нравятся какие-то там дерзкие стервочки, все прочее. Вот на дороге не валяются, правильно? Ну, главное, чтобы я был, понимаете, чтобы я был лидером в отношениях, потому что я сам по себе лидер. Ну, значит, будете убивать друг друга постоянные. Нет, ну что вы. Ну, я просто вспыльчивая, но мужчина для меня... Послушайте, вы совершенно не надо... Вы все, забыли, что ли? Вы совершенно постороннему человеку. Я вообще ничего такого не сказала. Я на вас не кидался. Вы на меня бросили. Был бы кирпич, кирпич в меня бы полетел. И вы говорите, что нет? Вы не вспыльчивая? Я вспыльчивая, но быстро отходчивая. Если человек находит подход... А я чуть-чуть, я бы к вам должна подход находить. Вы что, дочка моя, что ли? Я вам всего лишь отвечаю. Вас ничего не смущает, вам Дарья нравится, поэтому вам остается только показать сюрприз. Мне кажется, Дарья его съест. Это вот если сказать, как девушка. Он очень мягкий. Какой ты оригинальный. Да, сейчас дам... Вкусно пахнешь хоккеист. Спасибо. Лучшую клюшку, которая есть сейчас вообще. Но она получается вратарская, я сам просто вратарь. Ага, я ни разу не пробовала. Деньги забить надо. Задача, да, кто больше забьет денег в дом. То есть кто-то лопатой гребет, а кто-то клюшкой. Это будет так. Ладно. Тогда будем, Настя, действовать. Ну, Дашки опыт. Да, бабки любят все. Все загребущее. Там остались, кстати. Там еще остались. Ничего страшного. Другие возьмут. Ты глянь, ты она не умеет играть. Сходи. Все себе, все себе. А как иначе в наше время? Я все не себе делала до 30 лет. А теперь буду иначе. И я прошу, говорю. И забирайте свои клюшки. Спасибо большое. Тут вся сущность ее и проявилась. Не просто сущность, а как бы тут понятно, как бы она... Но она такая есть. Она вот такая мощная женщина, которая хочет взять свое. Я вам хочу сказать, это огромное везение. Вы уже никогда не будете одна. Вы никогда не будете одна оплакивать в беде. Потому что иметь такую сестру, которая просто бросается за вас, и иметь такую подругу, но она более скромна, но так же. Это огромное счастье. Были подруги, которые уходили запросто с женихом, которые строили, глазки, сидели. Да. Конечно, было несколько раз. Много раз было, да? Много? Да. Вот, поэтому вам повезло. Наконец. Ну, в этом повезло, это хорошо. Она меня и спасла, когда я ушла, своего миллионера с 600 рублями в кармане. Что делать? Как быть? Как мир устроен вообще? Как? Как люди? Автобус? Что, серьезно? Как на автобусе ездят? Она, быстрее... Иди ко мне, моя хорошая. А вы не знали бы... О, наконец-то. Боже, неужели живой человек сейчас будет передо мной сидеть? То есть у вас уже какие-то есть настоящие эмоции? Потому что до этого пришла сучка, ничего из себя не представляющей, которая сидела и смотрела на всех как на... Это никакая незащитная реакция, которая кидалась, не пойми, за что из-за чего. Он меня так ужесточил. Как я могла вам... Так ну и разговаривайте, как вы сейчас разговариваете. Как я могла вам рекомендовать своего друга молодости вообще, если вы вот такая сидели. Как? Реакция защитная. Реакция, которая перестала кидаться нормально, как-то сумеет плакать. Если она зайдет к тебе, выйдешь? Сейчас посмотрим. Девочки, кого вы советуете, Дарья? Только Андрея. Сразу. Который готовил, это Андрей? Андрей. Да. Да, вот я бы его посоветовала. Роза? Никого. И более того, и даже не вздумайте выходить, не то потом ко мне можете вообще не обращаться. Ну почему так сразу? Дарья, а если вы меня... Соперницы увидели, что ли, во мне? Или что? Что вы так на меня наговариваете? Вот ты знаешь, так смотрите, я на вас так же смотрю. В чем различие-то? Достаточно было пяти минут посмотреть на вас, уже сказать. Да? Серьезно? Никому не рекомендую. И сейчас более уверена в этом. Никому не рекомендую. Да что вы говорите? Так, а теперь вы теперь такая лифтину включили, да? Да. Да, прекрасно. Я тоже так умею. Но если она ко мне зайдет, я ее, конечно, поддержу. Значит, смотрите, я считаю, что и Андрей, и Павел, и Александр, все трое прекрасных мужчины. Все по-разному. Абсолютно. Мало того, каждый из них сегодня выступил в роли адвоката. Поэтому я считаю, вы вправе пойти к любому из них, туда, куда вам подскажет сердце. В любом случае мы обязаны вас поддержать. Да зачем вам ваша поддержка? Меня трясет от вашей поддержки. Я не хочу никому идти. Дайте мой номер телефона всем троим. Я всем дам шанс завоевать такую женщину, как я. Да. Все. Андрей, не хочешь? Извините. Вот. Поэтому первый жених, второй и третий. Проходите, куда вас поведет. Не хочу никуда. Зачем мне куда-то идти? После вот этого. А при чем тут они? Ты выбираешь. Это твой выбор. Не хочу. А он там четвертый. Вот и правильно. Все, можем идти? Да. Спасибо. Серьезно? Да. Да, я серьезно. Спасибо большое. Мой телефон возьмут, если надо будет кому-то. До свидания. Всего доброго. Тут четвертая. Спасибо большое. Тут четвертая. Всего доброго. На себя. Еще раз извините. Ну вот у нас сегодня такая была жаркая программа. Правду никто не хочет слышать и правду никто не хочет воспринимать. За 13 лет были ситуации, когда уже надоело по отыгрывать. Потому что и женихи, которые пришли бороться, они тоже люди, они имеют право на счастье. И мы не хотим потом выслушивать какие-то претензии. Вы сами все видели. Продолжение следует.